Петропавловский собор. По заверениям историков, это здание постройки 18 века было одним из первых каменных сооружений города. До того, как его разрушили в советское время, он был настоящим центром духовной и общественной жизни города. Восстановление этого храма – это восстановление нашей истории, нашей преемственности. Это утверждение статуса нашего города как губернского центра. О восстановлении храма говорили давно. Год назад к проекту подключили архитектора Александра Деринга. Вместе со священником Георгием Крейдуном они провели большую исследовательскую работу. Результат – два проекта. Один точно воссоздает прежний храм, второй – более приукрашенное решение. Какой выбрать, пока мнения разделились? Мои личные мнения будут ставить каким-то храмом. Заполнился ли на фотографии, ли везде, воссоздать каким-то храмом на самом деле. Все признают, Площадь Свобода – одна из узловых точек исторического центра. Архитекторов заводят куда, направить потом транспорт. Скульптор Анатолий Щетинин настаивает, чтобы памятник репрессированным лишь немного сдвинуть. Представители Алтая охранкультуры напомнили о проведении археологических раскопок накануне строительства. Сошлись в одном. Важно учесть и мнение рядовых горожан, для которых площадь – излюбленное место прогулок. Мы все за храм. Я считаю, что достаточно много храмов. И в Нагорном парке в ближайшее время восстановили. Я за площадь. Я с уважением отношусь к таким темам. Но я всегда сюда прихожу, в этот сквер. Мне он очень нравится с молодости. Инициаторы проекта признают – обсуждать и вносить правки в проект еще предстоит. Окончательно не определено и на какие средства будет идти строительство. Скорее всего понадобится краевое и даже федеральное финансирование. А пока собравшиеся подготовили обращение губернатору края и мэру Барнаула с просьбой поддержать проект. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости.